Всем привет, мои дорогие! Сегодня видео будет для любительниц путешествий, походов, прогулок по городу Мерсин. Очень многие говорят, хватит кухни, а ходите по городу. Вот и до вас дошла очередь. Я сегодня отправилась на набережную другим путём. Почему я так пошла? Сама не знаю. Мне захотелось сделать, обойти другой стороной. И заглянула я в Юсбир. Сейчас буду переходить дорогу. Не хочу попасть под машину, да? Это же опасно как-то. Ну, короче, зашла я в Юсбир. Новый магазин застать открыли. Да, зашла я в Юсбир, смотрю, а там очень много спортивный инвентарь продаётся. Привезли. То есть коврики для Пилатеса очень хорошие, кстати. Что ещё там было? Различные гантельки. Не гантельки, а вот резинки. Я вот, я купила резинка мне нужна для Пилатеса. Что может быть, может быть, я вернусь на Пилатес. Раньше он был здесь, а сейчас, говорят, чуть-чуть дальше вот надо пройти. Ну, это не проблема сюда походить тоже, да? И с девчонками тоже хотим добавить упражнений на клубе. И купить этих резиночек решили все. Также там было много чего интересного. И не так уж дорого. Так что, если у вас есть желание, пожалуйста, пойдите и посмотрите. Так, что я хочу сказать. Вообще такие вещи много чего завозят в шок, в юсбир. А я пойду сейчас с Олипом Пеллиос. Здесь вечером очень интересная жизнь проходит. Все сюда идут пить раки, пиво. Вот рестораны рыбные. Водоль, я люблю вот этот, я люблю этот район. Какой-то он такой вот уютненький. И когда первый раз мы приехали с мужем, он меня пригласил в ресторан. Туда с друзьями встречался в той стороне. Боже, я попробовала первый раз салат. Вот этот мефсин называется сезон. Какой он был вкусный. У меня остались до сих пор эти воспоминания обалденные. Потому что туда добавляли гранатовый соус. И он дал свою такую прелесть. Изюминку. И хорошее было время. Друзья мои, хорошее было время. Светлана рот не закрывала. В тот момент делала все подряд. Ей было так интересно попробовать все, что все сделают. Так что вот такие воспоминания. Уже почти 4,5 года прошло, как я сюда приехала. И не разочаровалась абсолютно. Не разочаровалась. Говорят некоторые, что это город для пенсионеров. Но, наверное, я и пенсионерка скоро. Не скрываю. Подходит мой пенсионный возраст. Мне будет в новом году 50 лет. 50 лет будет. И через 50-летие мой сыночек мне сделал подарок такой. Я вчера аж расплакалась, когда с ним разговаривала. Я сказала, у меня есть такая мечта. Разговор начался с того, что он говорил, мама, у меня есть тоже мечта, такая хобби. Я когда вернусь, буду делать. Возьмусь за нее. Я говорю, правильно, сыночек. Он говорит, я тебе не скажу пока. Я говорю, не говори. Правильно, говорю. Ты должен чувствовать, что твоя душа хочет. И работать с этим дополнительно. У меня, говорю, как было. У меня 9 лет, я помню, летела на самолете. В Киев мы летели с мамой. В Киев мы летели с мамой. И там объявили конкурс. Даже 8 лет мне было, да. Там объявили конкурс рисования. Кто красиво из детей нарисует. Раздали всем альбомы, карандаши. И... Как они кричат. Буду показывать вам таких барашек и рассказывать свою историю такую из жизни. И объявили конкурс на самолете. Среди детей было много детей, детишек. Нарисовать что-нибудь. И я заняла первое место. Я нарисовала олимпийского мишку. В 80-х годах, вы помните? Я заняла первое место. Мне дали и карандаши, и альбомы, и подарки какие-то. Я была такая счастливая. И у меня была любовь, такая страсть к рисованию. И вот смотрите, через 40 лет я вернулась к ней. Я любила разукрашивать географические карты. У меня было по географии пятёрки. По картам было десятки, наверное, если можно было поставить. То есть мечты сбываются. То, что ты желаешь в детстве, нужно обязательно реализовать. Вот через 40 лет я уже занимаюсь нейрографикой. Получаю кайф и удовольствие. И о чём бы я хотела сказать. И вот мой сын, говорит, начал рассказывать о своей. Я говорю, иди, сыночек, иди к этой цели. Обязательно нужно идти. Ничего не бояться. Как бы сложно ни было. Там работа, здесь твоё предназначение. Может, где-то оно и сыграет какую-то роль. Надо учиться, пока ты молодой. Мама, говорю, твоя постоянно учится. Я говорю, у меня тоже такая мечта. Но сейчас не могу я для себя это позволить. Во-первых, из-за нехватки времени. Я говорю, хочу воплотить эту мечту в новом году. Обязательно. И он мне, значит, я говорю. Во-вторых, говорю, ну не могу я вот на обучение отдать столько денег. Хотя это такие копейки. Но вот рука не подворачивается. А он мне говорит, ну сколько это стоит? Миллионы, что ли, нет? Ну считай, что твоя мечта сбылась. Вы представляете, я как расплакалась. И мой муж говорит, что с тобой? Я говорю, хорошо, что я тебя родила, сыночек. Он тоже так расчувствовался. Боже мой, говорю, пришло наконец-то то время, когда мой сыночек исполняет желания мамы. Да, а что за этим кроется? У меня такая мечта, друзья мои, научиться преподавать нейрографику профессионально, закончить курс и получить диплом. И я хочу это начать. Это стоит, не буду говорить пока сейчас. Может, в следующем году всё изменится. Но то, чтобы быть профессионалом своего дела, нужно очень много денег. Так подумаешь, да? И времени. И вот мой сын мне делает первый шаг. Я безумно очень рада этому. Барашки ушли. Я с вами разговариваю, барашки ушли. И вот такая вот у меня история. Поэтому у кого какое хобби, предназначение, идите. Вот я ещё очень люблю заниматься маникюром. Я люблю макияжем. Но сейчас не знаю техник макияжа. И мне, например, интересно пройти курсы. И макияжа. Маникюр мне неинтересно, потому что я уже со зрением столько времени надо тратить. Мне нет интереса. А вот макияж я бы с удовольствием ещё бы в будущем прошла бы курс и поучилась. Для себя любимой. Ну что, пошла я вперёд. Поговорила с вами и видео записала. Здесь столько огородов. Там сады, да? Огороды. Здесь тоже. Вот подойду поближе, посмотрю, что здесь растёт. Вот видите, вроде бы в городе, да? Вот и пасут этих барашков. И барашков пасут даже. И город, и этот. Мой муж говорит, что раньше здесь было всё вандариновые сады. Ни пройти, ни проехать. Сюда никто даже не заходил. Потом вот так понастроили. Сейчас считается центр. Посмотрите, что здесь растёт. Это пхали по-грузински, да? А это точно пхали в Грузии. Такое называют пхали. Столько растут, да? А когда с них берут много денег и обидно, думаешь, ну что нужно? Дотрут один раз посеять. Там, конечно, нужно. И что делать сейчас сказать? Убирать сорняк. А потом вот это, считай, деньги. Люди как работают. Везде, видите, дома кругом, стройки. А они вот пустое место приспособили себе под огород. Ну а я пойду. Вы уже 500 раз или 1000 видели. Там Пампелиос, за которым никто не смотрит. Там внутри столько бурьяна. Даже обидно, да? Когда-то здесь вот были такие дворцы в Римскую империю. Ну всё, мои хорошие. Побежала я, побежала. Времени мало. То есть времени много уже. Я сегодня поздно вышла. Поздно вышла из-за того, что с утра встала на йогу, позанималась. Потом у меня были очень важные звонки, переписки. Видео записала там на другой мой YouTube-канал «Бизнес». После моего очередного бонуса решила показать там, как что делать, бумаги купить. И записала видео. И оказывается, уже было очень поздно. Сегодня 18-й день моего марафона. И я уже, знаете, без этих 10 тысяч шагов я не могу. Кстати, пользуясь случаем, покажу, какую я купила себе резинку. Вот, посмотрите. Видите, две резинки. Я не знаю, какие они. Тут метр написано. Метр. Но метр, мне кажется, будет маленькая. Метр. Посмотрим, да? Посмотрим, какая вышла. Ну, все. Убежала я. Привет, мои дорогие! Сейчас попробовала. Сейчас попробовала. Знаете, что? Помните, я вам показывала на деревьях, раз оно такое кислое. Я подумала, это апельсин. Кислючая, а в конце очень горькая. Ну, столько здесь сока. Вот приготовился апельсин, но решила, это тоже захотелось. Какие у меня новости? Во-первых, огромное вам спасибо за то, что вы мне пишете в личку после моего видео. Я не думала, что оно на вас произведет такое впечатление. А что я такая красивая? Я же всегда красивая. Я всегда красивая, мои дорогие. Потому что сегодня пятница, развратница. У меня столько произошло сегодня. Я только час назад, как начала заниматься делами, весь день я посвятила себе. Во-первых, это подъем 6 с чем-то, 6.15 на коврик. Сделала, приготовила, сделала, говорю. Выполнила в йогу. Затем легла на медитацию. И под конец медитации я заснула. На полчаса. Хорошо, будильник меня разбудил. Я быстро начала собираться и побежала на свой берег. Но уже я не успевала ходить. Дождалась девчонок. Мы позанимались йогой. Попили кофе йог. Там еще что-то закусили. Вкуснятин каких-то. Но кроме меня, естественно. И потом что мы делали? А, потом мы после растянулись. Растянулись. Потом попили кофе йог. Поболтали о том о сём. И потом направились в парк туда, на набережную. Где стало есть, чтобы нарисовать нейрографику. Мы посидели, рисовали, покайфовали. Так время пролетело полтора-два часа, что все разбежались, девчонки. А я пошла свои отшагивать 10-10 шагов. Сегодня 19-й день, друзья мои. Я держусь. Мне уже, я не представляю, жизни без них. На столько я привыкла. Усталости я не чувствовала. Пришла, поухаживала за мужем. Привела себя в порядок. А сегодня у нас какое зайдание? Третьей недели марафона нужно было. Раздеться до гола. Катя Гуру так сказала сделать. Где-то одной в комнате закрыться, включить музыку и танцевать. Можно и в комнате, можно и в ванной. Вот я пошла, всё это сделала. Так классно было. Потом выхожу, а у нас друг его сидит. Кто? Али. Али приехал. Уже оказывается давно здесь. Только у нас первый раз. Я им кофе сварила, и они ушли. А я так обрадовалась, что сегодня не надо будет даже думать, что готовить. И готовить себе. Вот смотрите. Видите? У меня были разморожены пупки. Сейчас я что сделаю, я вам покажу. Вы знаете, кто-то спрашивал меня, там просил, писал. Я так быстро пару комментариев прочитала. Но не успела ответить. Записывайте рецепты. Рецепты, ну зачем записывать? Я так уже стала выставлять их, в принципе, какие я помню. А этот рецепт я придумала сама. Из того, что есть. И думаю, что получится ничего. Сейчас я покажу вам, мои дорогие. Настроение у меня хорошее. Вы тоже старайтесь. Пятницу, каждый день в Венере посвящайте себя. Любите себя. Ведь вы самая хорошая девочка. Погладьте себя и скажите, какая я умница. Но только после того, как вы сделали что-то полезное для себя. Вот такие вот дела, друзья мои. Покажу, что сейчас я готовлю. Блин, так протарахтурила. Сама даже не заметила, как прошли. Как прошли 4 минуты. Надеюсь, вы смотрите видео. Так, что у меня тут такое. Мы не купили баклажан, да? И я вот решила, свекровь мне что дала. Тут кабачок я добавила. И я сейчас замочу, а потом и проварю. Скорее всего, нужно проварить. Потому что я хочу запечь в духовке именно овощи болгарские. Кабак. Затем цветную капусту. Цветную капусту сырую положу. И пупки перемешаю. Сделаю такое уже. Не буду ни яйца вбивать, ничего. А хочу такое вот жидкое блюдо. А потом, может, с зеленой чечевицей. И покушаю это. Так, посмотрите, что я приготовила. Значит, порезала луковицу, красный, зеленый перец, капусту, помидор и чеснок. Здесь я отварила кабачок и баклажан. Ну, а здесь у меня желудки. Сейчас я также добавлю зелень. Все это смешаю. И залью соусом. Соус какой у меня будет? Томатная паста, оливковое масло, соль, перец. Там все по вкусу. И в духовку. Вот смотрю на емкость. Сейчас все порежу, перемешаю в миске и посмотрю. Вообще, хотела в этой выпекать. Ну, посмотрим, как оно будет. Мне кажется, сюда не поместится. Если что, сложу в пакет. В холодильник положу, в заморозку. И второй раз себе сделаю, если мне это понравится. Ну, естественно, без этих. Вот овощи сейчас перемешаю. Посмотрю, как это будет выглядеть. Посмотрите, что у меня получилось. Сейчас активно занимаюсь уборкой. Вот такое вот красивое получилось у меня. Смотрите, здесь уже запекается у меня в духовке. Да? Это вот. Сейчас позвонила Ашкам. Я-то думала, он кайфует. Там пив, коп, попивает с другом. Соли. Оказывается, нет. Он пошел на прогулку и сейчас возвращается. Так что, вот такой вот у меня умненький муженек. Ну, у меня есть для него еда. Так что, я накармливаю. Если попробует, и это захочет, пожалуйста. Ну, что я решила приготовить мужу? Решила пожарить ему картофель. Тут еще кусок куриный есть. В картофель добавлю лук и пупки. И вот приготовлен салат. Светлана быстро найдет выход с любой ситуацией. Вот такая красота получилась. Пожарила я картофель с луком. Салат я приготовила. Заправила его оливковым маслом. Оливковое масло сирийское. Мы купили. Девочки принесли нам. Заказали из Сирии. И куриный турецкий суп. Тут моя еда. Посмотрите, как она у нас. Она уже почти готова. Я убрала фольгу. Фольгой закрыла сначала. Сяду вместе со швыном и буду кушать. Ну, вот что у меня получилось. Все готово. Рагу. Да? Рагу же, правильно? Иду кушать. Ой, не могу уже. Так хочется. Приятного аппетита вам! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...